Здравствуйте! В эфире программа Network News и ее ведущая Соня Черная. Окончание режима самоизоляции для многих волгоградцев стало не только поводом растрясти килограммы, накопленные дома за время карантина, но и выгулить свои парадные костюмы, покрасоваться перед соотечественниками. Но только жители Волгограда успели обрадоваться, что можно наконец выйти из заточения, как термометры стали бить тревогу. Температура по городу за последнюю неделю приближается к 40 градусам. Казалось бы, живи да радуйся! Как бы не так. Многие горожане решили воспользоваться жарой и поехать на пляж поплавать и позагорать под палящим солнцем. А некоторые просто отметили долгожданную свободу ночными танцами. Во время и после проведения всероссийского голосования о поправках в Конституцию Российской Федерации по интернету распространялась информация о якобы сфальсифицированных результатах выборов. Но мы нашли представителя открытой оппозиции действующему правительству, который устроил несанкционированный митинг в центре города. К сожалению, оппозиционер не дал никаких комментариев. Кто это? Новый Навальный? Прежний Овальный? Поперечный? Перпендикулярный? Пока неизвестно, но мы будем следить за развитием событий. Да что ты, черт побери, такое несешь? Многие ли из нас задумывались о смысле слова «моё»? Все помнят фильм «Брат». Через все произведение тема моего проходит весьма поэтично, как что-то родное и близкое. Главный герой даже читает по этому поводу стихотворение. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок. В поле каждый колосок. Речка, небо голубое. Это все мое, родное. Это родина моя. Всех люблю на свете я. А вот волгоградская поэтесса и блогер Златослава Бодровская объяснила, какое значение, по ее мнению, несет слово «моё». Мне просто стало интересно, что для вас значит слово «моё». Во мне так твое не уходит, не заставляет тебя нервничать. Твое не нужно держать, отвоевывать. Твое не пишет другим, не смотрит на других. Твое не заставляет тебя нервничать, не ломает твой характер, не делает только так, как выгодно ему. Твое любит и заботится. И сейчас я могу привести вам кучу примеров, но зачастую мы видим человека таким, каким мы хотим его видеть. Хотя на самом деле это не так. И иногда просто стоит остановиться и задуматься, а твое ли это? Вот тут и можно задуматься о том, кто действительно является твоим человеком, а кто просто пытается им казаться, поддаваясь мимолетному чувству. Волгоградская панк-рок группа «Папин Олимпоз» во время самоизоляции не сидела без дела, а усиленно репетировала и сочиняла музыку. Поклонники группы не успели расстроиться благодаря Инстаграму, где и можно было смотреть их прямые трансляции и видео с репетицией, набравшие уже 30 тысяч просмотров. Волгоградцы жгут. В календаре любителей мифологии и фэнтези во вторую неделю июля – День веры в единорогов, мифических существ, символизирующих целомудрие, духовную чистоту и благородство. Чаще всего его представляют в виде коня с одним рогом, выходящим из-за лба. Встречаются и более экзотические описания – голова оленя, ноги слона, хвост кабана, тело лошади и рог посередине лба. Вот такие рогатые новости! Также в это время родились мировые и отечественные выдающиеся актеры кино – Том Хэнкс, Лия Ахиджакова и Дмитрий Дюжев. А наш канал желает вам кашу кушать, маму слушать, быть здоровыми и побольше смеяться. Ведь смех продлевает жизнь. И носить маски – сами знаете зачем, хотя в них и трудно смеяться. Это была программа Network News и ее ведущая – Соня Черная.